Доброе утро! Спасибо, Тимур, спасибо, пастор Владислав. Невероятно, мы снова вместе. И мы хотим черпать из Божьего Слова, из Его реки, из Его источника, который не истекаем, из Его жизни. Меня очень сегодня утром уподрило. Я размышлял над этим отрывком и посланием к филиппийцам. Во второй главе, начиная с 19 стиха и по 30, но я не буду читать весь этот отрывок. Половину этого отрывка Павел пишет о Тимофее. Это невероятно. Я думаю, если изучить отдельно то, какую колоссальную роль играл Тимофей в служении Павла. И во второй части этого отрывка Павел говорит о Иппофродите. Но Тимофей был особенным человеком в служении Павла. И интересно, что в 1 Коринфянам, в послании 1 Коринфянам 4, 17, он говорит, что он возлюбленный и верный в Господе Сын. Возлюбленный и верный в Господе Сын. А в этом отрывке, смотрите, он говорит, он равноусердный, другого, как он, у Павла нет. Потом он говорит, это 20 стих. Потом он говорит в 22 стихе, его верность и вам известна. И потом он говорит в 22 стихе, он как Сын Отцу служил мне в благовествовании. И интересно, что во всех посланиях Павла, кроме Галатан и Ефесява, упоминается Тимофей. Ну, кроме, кажется, Филимонову не упоминается. Тимофей имел очень важное место в служении апостолу Павлу. Я думал, что Павел, мы, когда думаем о служении Павла, мы рассматриваем, по крайней мере, я, часто мы думаем о нем как об одном. Но на самом деле у него была команда. Я думал о принципе команды, что в жизни человека Божьего, Бог, в жизни человека Божьего, Бог дает команду. Бог дает Тимофеев. И Бог дает других. Но есть особенные люди, которые, они на самом деле сверхъестественно даны Господом, чтобы поддерживать ту работу, к которой призван человек Божий, муж Божий. И они имеют то же самое время, и они имеют то же самое развлечение. И они разделяют то видение, которое было дано. И как несколько примеров, Святой Дух послужил мне этим утром, что пасар Стивенс, кстати, говорил, он однажды говорил, что когда есть призыв от Бога, то Бог дает команду, Бог дает людей, которые бы разделяли тот же призыв, разделяли тот же видение. Я думал, как в Первом Царстве, в первой книге Царств 10.26, там написано, это самое начало служения Саула, когда в его жизни все было так замечательно, и он был смиренным, очень смиренным человеком. И там говорится, что когда услышали и увидели, что Бог сделал, там есть такие слова, «И пошли с ним люди, с царем Саулом, чьи сердца коснулся Господь». Это было сверхъестественно, их сердца коснулся Господь. Или же, когда мы изучали Евангелие от Иоанна, Иоанн в Иоанна 1 главе 36-37 стихе, он обращается к некоторым из своих учеников, он просто говорит это предложение, «Вот, Агнец Божий». И когда эти слова услышали два ученика, там написано, «Они пошли за Иисусом Христом». Они услышали слова. Они услышали слова, и их сердце, сердце коснулся Бога. И они пошли за Агнецом. Они стали его учениками. Или же 1 царство, 18 глава, конец 17 главы, начало 18, Иоанн Афан услышал, как Давид отвечал Саулу, как Давид говорил Саулу, его отцом. И он стал очень верным и важным человеком в призыве Давида, в служении Давида. И так далее, и так далее. Я думаю, можно продолжить. Но суть в том, что одна вещь – это когда человек собирает команду по своему образу подобию, но другая вещь – когда Бог формирует его команду по его образу и подобию. И в наших жизнях то же самое, в нашем служении Бог даёт верных людей. Мы являемся Тимофеем для кого-то. И также и в наших жизнях есть люди, которых Бог, чьих сердец касается Господь. И мы слышим слова, и мы хотим быть частью работы Бога. И это Божье действие, это Божье действие через Духа Святого, через служение Слову Божьего, когда оно звучит в истине и в завершённой работе. Происходит невероятная операция в сердцах людей, и Бог формирует свою команду для продвижения того призыва, который Он имеет. И в завершении я просто думал о силе Божьего Слова, что в этих примерах, которые я рассмотрел, было сказано Слово. И я уверен, что Тимофей стал таким, каким он был в жизни Павла, в его служении. как бы его не видно, но он там присутствует, он имеет очень важную часть в жизни Павла. Но я думаю, одна из причин, каким образом он стал таким в жизни Павла, очень важным человеком для самого апостола Павла. Он услышал когда-то, он тоже услышал когда-то Слово Божье, и он откликнулся. И Бог коснулся его. Он слышал то, что говорил Павел. Он слышал то, чему учил Павел. И вот произошло не просто рождение Тимофея в Божьей семью, а произошло рождение Тимофея также и в призыв, который имел Господь в жизни Павла, чьи апостола Павла. Я просто думаю, это так невероятно видеть, что в работе Бога есть вот эта невероятная вещь, что Бог, как Бог созидает свои команды для того, чтобы Его цель была достигнута, для того, чтобы Его призыв был, простирался, шел вперед, для того, чтобы Царство Божье росло, для того, чтобы люди спасались, для того, чтобы Евангелие благодати было услышано, и чтобы люди утверждались в этом Евангелии. Аминь. Благословясь Богу. Спасибо. Аминь. Спасибо, пастор Михаил. Это удивительная тема «Призыв Бога». И как мы откликаемся на это, растем, потом обнаруживаем, это оказывается, Он нас призывает. есть такое понимание, я бы хотел быть лидером, вот, и я готов для того, чтобы быть лидером. И совет такой, если ты готов быть лидером, обернись, посмотри на эту команду, которая уже идет за тобой, или не идет, если не идет, тогда что? нас Господь призывает к пасторам. Это большое благословение иметь своего пастора. Это обозначает, у меня есть привилегия обучиться, послушание, слушать, не спорить. В этом мире мы были в противлении. Это обыкновенная наша природа. И сопротивляться всему. Одно вот, когда услышали призыв Бога, и это призыв и к спасению, и к слову, к церкви, к пастору, к евангелизации, мы обнаруживаем, что везде мы приглашаем Богом в это послушание. Слава Господу! А потом в этом послушании мы тогда можем так четко различать, что Бог делает. После большого города такого, как Баку, в котором там более двух миллионов проживает, пастор Матти предложил, чтобы я изучил возможности евангелизации в Ашхабаде. И вот три человека поехали. Ситуация была такая. Поначалу казалось все будет замечательно, а самое начало уже в Ашхабаде это было провально. В том смысле я с собой не взял никаких адресов, которые наработал. Пошли в самые лучшие гостиницы и среди нас иностранка Элина Скрипачка. Я думал, что, ну, конечно, если иностранец есть, то все откроют. Ничего не открыли. Мы просидели целую ночь в фойе. Дует, дует ветер и все и на нас дует. И молимся. И потом Господь показал удивительные вещи. Они настолько шли одна за другой. Удивительно. Такой контраст между теми намерениями, которые были по-человечески, я обнаружил, что он призывает туда в эту миссию в Туркмении. Да. Спасибо большое еще раз пастору Михаилу. Итак, у нас сегодня двадцатое слово посвящения по посланию к филиппийцам. И у нас сегодня третья глава. Мы с вами рассмотрим стихи с четвертого по седьмой. Очень важные. Но захватим даже еще и кусочек третьего. А перед этим помолимся. Отец наш, небесный, мы благодарны тебе за это чудо и привилегии изучения самого важного в нашей жизни. Жизни вечной. Слово Твоего, Иисус. Благодарим Тебя, что Духом Святым Ты убедил нас, как вчера говорилось в проповеди пастора Шарлера, есть абсолютная правда, истина. и есть относительная. Ты нас убедил в этой абсолютной правде. И это правда Твоей любви. Ты ее показал, и никто не может скрыть ее. Это Твой крест, это Твое слово, подготовка, Господи. Это рождение свыше. Благослови наше размышление. Во имя Твое, Иисус, мы молимся и просим Аминь. Итак, даже не чуть-чуть, а не чуть-чуть, не часть, а мы с Вами возьмем сегодняшнее слово посвящения, начнем с третьего стиха. потому что обрезание это мы, служащие, поклоняющиеся Богу Духом, то есть не воплоти, а в Духе, открытые для того, чтобы слово его проникало, и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Вот это уж точно он знает, правда, Павел? И он здесь пишет в четвертом стихе «Хотя я могу надеяться и на плоть, ну как же так, если кто другой думает надеяться на плоть. Уж по плоти я такой думал о себе, что у меня вся жизнь уже решена, я более мог бы надеяться на плоть». И он перечисляет семь орденов, которые по плоти, как ему казалось, он имеет. И эти семь таковы, пятый стих, обрезаны в восьмой день. Это по завету Бога с Авраамом. Бытие семнадцатая глава. «Я из рода Израилева. Я знаю, что я принадлежу к этому народу». Кроме того, из колена Вениаминова это колено первого царя Израилева. Оттуда произошел Саул, первый царь. Да, и самого Павла назвали Самблом, Саул. в честь того царя. Достойный человек, хотя много сложностей было в его жизни. Итак, первое. По завету обрезанный в восьмой день. Второе. Из народа Израилева. Третье. Из колена Вениаминова. Я знаю моё колено. Четвёртое. Я не из празелитов. Я еврей от евреев. Пятое. Я обучался слову. Я фарисей. По учению фарисей. Фарисей это обозначает, что были люди, которые посвящали себя изучению слова. Это были люди, которые очень тщательно разделяли слово на части и там всё это изучали. Это очень интересная тема. Но изучая слово и препарируя его, они видели детали и не увидели леса. Не увидели этого массивного мессии, который пришёл под видом. Ну, вообще-то, не под видом, а как человек. Достаточно было посмотреть на различные места в Библии. но мне легко говорить это в том смысле, что я не принадлежу к этому народу. А вот поверив в Иисуса Христа, изучая Библию, и так как я родился свыше, то для меня Христос всегда тот, которого там ожидали в Ветхом Завете о нём говорили, и вот когда он пришёл, его не приняли. А мы с вами приняли. Нам кажется, это легко. А вот для Павла Савла это, оказывается, было колоссальным препятствием. Я по учению фарисей это пропитанный законом. Закон это неплохо, но он невыполним для нашего исполнения. Его мог выполнить только Сын Божий Иисус Христос, и Он Его выполнил. И Он принёс Себя в жертву, как чистый Божий агнец. Непорочный Он так о себе и говорит. По ревности, ой, слушайте, по ревности гонитель Церкви Божьей, оставаясь в законе, он не смог увидеть Мессию пришедшего. и он стал гнать церковь. Это была ревность по соблюдению закона. Всё вот это и обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по правде законной, непорочной. Да, слушайте, уже прямо его в первосвященнике и продвинуть надо. Удивительный человек, наполненный силой, силой плотского ума. И в плотском уме происходит сражение. Такой ревнитель, что борется с церковью. А Иисус, встречая его по дороге в Дамаск, ни слова не говорит о том, что чего ты гонишь мою церковь. Он другой говорит, что ты гонишь меня. Вот так встреча. Казалось, что по плоти казалось, что иудеи, проповедовавшие Иисуса Христа, это те, кто неправильно исповедует Писание. Причем очень интересно, когда он в других местах, в послании к Галатам, в 26-й главе Деяний, он утверждает, насколько глубоко он знал закон. Отмечено, что он, да и о себе он говорит, что он проводил обучение унок Гамалиила, одного из ведущих теологов иудаизма. Но о Гамалииле мы можем сказать очень интересную вещь, что он предупредил книжников, фарисеев, первосвященников, Синедрион. Не надо так ретиво идти против вот этих людей, которые говорят о Боге и говорят об Иисусе как о помазаннике Божьем, о Мессии. Ему уже становилось понятно, что-то происходит такое, что он никак не может различить. Так было и с Никодимом. Когда Никодим пришел ночью к Иисусу и он был в страхе, у него двойной страх был, страх перед своими соратниками, если они его увидят, что он к Иисусу пришел. Потому что среди фарисеев было очень много тех, кто отталкивали его. Кстати, когда мы внимательно смотрим на тексты Нового Завета, то мы видим очень интересную картину. Везде, где он проповедует, почти везде, где Иисус проповедует, там находятся фарисеи. Они находятся в этой борьбе. они слушают и у них, знаете, как в Евангелии от Луки, в 4 главе с 18 стиха и далее. Когда Иисус стал в синагоге читать из 61 главы книги Исаии, Дух Божий на мне помазал меня. И все, что он сделает, и вот это лето благоприятно. И все смотрели, и у них была такая духовная картина, как хорошо он говорит. Благодать из его уст. И другая картина, я его знаю, но как хорошо говорит. Благодать из его уст, но я знаю, что это сын Иосифа, но как хорошо. Да, если взять того же Никодима. И он тоже переживал это, когда Дух Святой воздействует на Никодима и подвигает его. Ты разберись, ты не слушай, что говорят тебя вокруг такие же учителя израильевские, как ты, ты приди поговори с Иисусом. Гамалию предупредил в четвертой главе, по-моему, о деянии. Он сказал, оставьте их, верующих в Иисуса Христа. Если это от Бога, Бог сам разберется. Но если это не от Бога, Бог сам разберется. Но если это от Бога, но если это от Бога, тогда вы противитесь Богу. Удивительно, когда мы свяжем две части вот в этом отрывке, одна часть, если кто думает надеяться на плоть, я знаю, что такое надеяться на плоть, Павел говорит, я был гонителем церкви, когда надеялся на плоть. Сколько плотских учителей прошло перед нами. Сколько из них пытались оставить след в нашей жизни. Сколько светских авторов, которые говорили о естественных проблемах. отношения между людьми, отношения между народами. Но вот как только мы услышали Евангелие, которое открыто кто-то нам говорит, может быть в секрете, но всё равно мы услышали лично от человека, который верует. Но можно сказать, но у нас же в Советском Союзе церковь была и продолжает быть. Давайте послушаем. Давайте послушаем. Потому что когда мы будем слушать человека, то мы услышим его веру. услышим. Например, здесь, когда мы слушаем Павла, говорящего, если я буду говорить о плоти, то у меня очень много достойных событий, реалий в этой плоти. Или когда мы послушаем себя, когда мы говорим о себе, у нас есть два разговора. Ой, я такой, 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 я такой совершил, ой, я такой молодец, я такой отличник, и прочее, прочее. А вот другой из нас – Христос невероятен. он меня любит, я понял. В одном случае это плоть, а в другом случае это дух. В одном случае плоть говорит, я могу по плоти быть очень высоким, достойным. А когда мы переходим в дух, ой, какая красота. Да все эти песни, которые мы с вами и поем, и думаем о них и утром, и весь день, это песни исполнения нас Святым Духом. Если кто-то хотел бы по плоти, на плоть надеяться, то я более… Ну, хорошо, Павел, ты сказал, что ты более, и у тебя такой послужной список. Ну, и что дальше? Седьмой стих ответ. Но то, что было для меня, преимущество, слово преимущество кердос, это означает прибыльно, выгодно, это то, что поднимало меня, то ради Христа я почел тщитою. то, что прибыльно, и это пустота, это суета. Да, если почитать о суете, то по ней целая диссертация сделана кем? Соломоном, царем Соломоном в книге Экклезиаста. Все суета сует, все суета сует. Он царь, он тот, который, восходя на престол, молился Богу и сказал, я прошу тебя мудрости Божьей, дай меня. Я не знаю, как править этим народом. И вот теперь, когда он пишет книгу Экклезиаста, прошло очень много времени, и как царь он много совершил полезного и натворил бед. Богу пришлось то царство, которое собирал и собирал в течение где-то десяти и более четырнадцати лет, может быть даже. Давид, ведь когда после смерти Саула, то он остался только со своим коленом. Там семейство или же те люди, которые входили в семейство Саула, один из них, Авенир, решил тут же сделать все по-своему и назначил в цари одного из сыновей Саула. И вот уже два царя. В одном, к одному царю поклоняются одиннадцать колен, а за Давидом только одно. но он надеется на Господа Давид. Он молится, думает вместе с Господом. он в духе. И в конце концов к нему приходит Авенир, понимая, что у Давида, с Давида Бог. Но потом происходят другие события, и вот, наконец, это царство единое. Все и весь Израиль. Так замечательно. Сколько было сделано замечательных божественных. Да мы с вами читаем не только первое и второе, вторую книги царств, но псалмы. И сколько там размышлений, ведомые духом святым. Давид думал о Мессии. Какое чудо. Думайте о Мессии, думайте об Иисусе Христе. Давид написал самую большую книгу. Это Псалтырь. Там и другие авторы, но тем не менее, он являлся тем, кто вел. Это как пастор Михаил говорил, у него была команда, которые тоже стали писать. И он писал о Мессии. И вот в Третьей книге царств Давид распоряжается о том, что следующим царем будет его сын Соломон. как Господь ему и сказал. И Соломон, веруя в Господа, и верит, и потом ему кажется, что надо попробовать и другие пути, плотские. И там он говорит, это все суета, суета. Это все суета, сует. И Бог его поправляет. И книга «Песня песен» становится как бы апофеозом его творчества в Господе. Потому что это о церкви, это книга о Христе и церкви. Мы церковь невеста Христа и наш возлюбленный, который любит нас и ради нас пришел в этот мир. Итак, ну, конечно же, дела плоти, и они, если посмотреть на этот список, обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, евреи от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель, по правде законной и порочной. Что-то я там не вижу слова Мессии. Но зато в седьмом стихе то казалось мне преимуществом, да, вот эти все реалии ветхозаветного верующего. причем чтущего закон. Для меня то, что было прибылью, выгодой, смыслом жизни, то слово ради то ради Христа – это диа, это и через Христа. через Христа я понял главную мысль, почел, это все тщетно. Надо думать, как, Павел, закон без Мессии, Агнесса Божьего, закон не выполнил. Его смог выполнить только сам Мессия. Слово стало плотью. И вот Мессия – это слово во плоти. – это и человек сто процентов, и Бог. И он все, весь Ветхий Завет переносит на себя. Это как в Евангелии от Иоанна, пятая глава, тридцать девятый стих. Он предлагает – вы исследуйте, исследуйте Писание, только исследуйте с другого курса, с другого угла зрения. Потому что исследуя по-своему, вы думаете, что вы через Него будете, через Писание будете иметь жизнь вечную. Ух ты! Вот это замахнулся. А оно повествует обо мне. Все Писание повествует об Иисусе Христе. Вся Библия мы, если зайти на сайты, где магазинов христианских, то мы можем увидеть разные Библии. Я имею в виду разное оформление. Вот здесь, например, это Библия была, оформление было оливковая ветер. Но она уже стерлась от потребления. А преимущественно это книга, на которой на обложке нарисован крест. Мне нравится эта картина. Вся Библия под крестом, под Агнцем Божьим. Как говорится, о мыслях Отца, Его благая воля состояла в том, чтобы через Него только всё земное и небесное. А если через Него, то моё сердце переполняется этим и на устах будет, как на устах апостола Павла. Но всё, что для меня было преимуществом, то через Христа и ради Христа я понял главную мысль. Без Христа всё тщетно. Без Христа всё тщетно. Можно верить вроде бы во Христа, но так редко упоминать Его имя. Это как родители на удалении. Знать, что где-то родители у меня есть, но не поддерживать с ними связи. А Спаситель нужен, оказывается, для каждой мысли. Потому что если Спасителя в этой мысли нет, она может быть хорошая. Она может быть хорошая. Она понравится. Кому-то кто-то придёт новенький в церковь понравится. Только она должна быть упакована в Господа Иисуса Христа. Один знаменитый актёр, ещё актёр и Советского Союза и России, ему исполнилась какая-то круглая дата. И он очень преклонного возраста, и вот к нему пришёл репортер. корреспондент из газеты и задаёт ему вопрос. Ну, вам, наверное, вы прожили такую жизнь, да, я прожил такую жизнь. Говорит любимый актёр многих. Да и мне он тоже нравится. И потом он добавляет странную фразу. Как верующий человек, я понимаю её, потому что я был в этой фразе. Он говорит так, я прожил так много, а для чего жил, не знаю. Какая поразительная мысль. Всё, что по плоти, там можно сделать очень много выдающихся открытий. но это всё равно, что простое изображение, какова жизнь на таком уровне, это Маша три медведя. Заблудилась в этой жизни, увидела избушку и думала, это вот всё так, эволюция. и там и еда есть, и приготовлен стол, приготовлена постелька для неё. А вот всё, эволюция сделала. И приходят три медведь. Почему три? Обязательно с Творцом мы встретимся. И вот это время жизни, которое у нас, это не время хороших дел во плоти. Это время поклонения Христу и радости в Нём и признания. Чем больше мы влюбляемся в Христа, тем чаще мы признаём, Его любовь и желаем услышать от Него. А уж когда мы услышим, как пастор Михаил говорил замечательные слова о ученике и духовном сыне апостола Павла Тимофея, а услышав слова Бога, этот человек пошёл вместе с Павлом, оставался пастором нескольких церквей. Вроде бы и незаметная фигура, но две тысячи лет о нём говорят. Почему? Потому что Он сообщал о Христе и говорил о Христе. Точно так же, как в седьмом стихе. Для меня преимуществом не является плотская жизнь. Это всё тщетно. Но ради Христа я для себя понял, что является самым важным. Это Господь Иисус Христос. Аминь. Отец наш небесный, мы благодарны тебе за чудо вечной жизни, за чудо Агнца Божьего нашего Господа Иисуса Христа. Благодарим тебя за это удивительное размышление апостола Павла на зидание церкви в Филиппах. И чтобы они также различали, что не плотское мы изучаем, воспринимаем и живём не по плоти, а по духу. И мы обнаруживаем, что я не хочу свою жизнь отдавать чете. Благодарю тебя, Господи. Благодарим тебя, благословите слова, которые услышали. Может быть, среди тех, кто слушает это слово, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Спасителя. Скажите простые слова. Дорогой Иисус, я грешный человек. Прошу тебя, прости мои грехи, спаси меня, подари мне вечную жизнь, научи меня твоему слову, веди меня, призывай меня, призывай в церковь живую к слову твоему, к вечной жизни. во имя твое мой Бог и Спаситель Иисус Христос я прошу и молюсь. Аминь. Иисус Христос